Добрый день, мой клубок «Полатой» Пахар. Я Иван Балтионович. Ваши вопросы, пожалуйста, не на все руки, не на все время. Спасибо. Продолжение следует... Разве ты только не уверен. Потому что мне, Михаил Михайлович, показалось, что сегодня я победовал, по-моему, вообще игра давалась даже, может быть, как-то излишне легко, легко и легче, чем можно было ожидать. По Вашему мнению, это да? Да нет, ни в коем случае, потому что, естественно, мы предполагали, во-первых, с учетом качества поля, что игра будет трудной. Естественно, Ростов один из лидеров чемпионата и очень хорошая команда. У нас сегодня, мы уже говорили с ребятами, что каждый матч это как финал, потому что турнирная ситуация так сложилась, что нам каждый тур сейчас необходимо просто пахать и быть единым коллективом, биться за каждый сантиметр поля, выгрызать и добиваться результата. Поэтому мы показали себя единым коллективом, который умеет добиваться результата и может еще прибавлять поход. Была задача такая, сначала первые полчаса немножко перетерпеть, посмотреть, что соперник будет как право предложить, а потом уже разбираться? Ну нет, не то, что перетерпеть, а особенности качества, еще раз повторюсь, поля, потому что риск допустить ошибку, он может быть фатальным в этой игре, потому что еще раз говорю, с учетом суперкомбинационного футбола, конечно, мы не дождемся здесь, поэтому мы видели очень много вертикальных передач, очень много борьбы, очень много подборов, передач за спину и тот, кто оказался более целостным, я думаю, что победил, хотя у нас были хорошие отрезки, когда мы мяч вниз положили и владели мячом. Конечно, вот, концовка и дали дебютировать и молодым ребятам, и Фаджи Маледина вернулся после длительного перерыва, дебютировал, да, так скажем, после серьезной травмы, поэтому немножко расстроились, что допустили оплошность и пропустили мяч, об этом тоже ребятам сказали сейчас. Я уже неоднократно говорил, что, во-первых, это игрок для российского чемпионата топ-уровня, он харизматичный, он сегодня с горящими глазами, он реваншист, он хочет доказывать, хочет играть, помогать коллективу. Сегодня он, были две кубковые игры с Спартаком, когда мы целенаправленно водили его в состав для того, чтобы игровой тонус и на связи с партнерами появились сегодня, хитрик, и мы обязательно поздравили с этим, поэтому он прибавляет, и еще, абсолютно уверен, что еще прибавит и будет приносить пользу команде. Еще один вопрос, можно защитить 1-0, на каком был план на втором тайме? Ну, мы проговорили определенные нюансы с точки зрения игровой стратегии, как нужно выходить из обороны, в каких эпизодах постараться прессинговать соперника, я думаю, что нам это удалось. Единственное, что самое главное, что мы не садились очень низко, да, и наоборот старались соперника встречать высоко, оказывали давление на него, заставляли ошибаться. Поэтому вот это тот план, который единственное, что, я говорю, концовка, она немножко нас расстроилась с точки зрения пропущенного мяча. Сегодня прекрасный матч провел Пиняев, он уже стал, так сказать, частью полноценного командива, и готов ли он уже к тому, чтобы быть одним из лидеров команды на мяч? Да, да, безусловно, мы сразу обозначили это и в частных беседах, и ему, и в средствах массовой информации, что это приобретение не на перспективу, да, что это сегодня игрок, который готов давать результат, он хороший, у него феноменальные, прекрасные качества с точки зрения обороны, один в один, стартовой скорости, реастарты, когда он может брать инициативу на себя. Поэтому сегодня тройка игроков, и Камано, Дзюба, Пиняев, игрок под нападающими, Глушенков, да, вся команда, Баринов, Карпукас, Тикнезян, Нинахов, Гонтик, Кузьмичев, Мантратов, это все футболисты, которые бились сегодня, плюс ребята, которые на замену вышли. Ну, я еще раз перечисляю все, кого-то могу упустить, да, поэтому здесь все бойцы сегодня. Представлялось, что одно из проблем локомотива, может, сегодня, кстати, в соцсетях МЧП, который здорово сыграл с протоколом ответный матч, однако нам показалось, что команда даже не заметила, насколько сейчас для вас роль из молодых победителей важна в игровой победе. Ну, безусловно, что Миранчук, игрок, опять же, высокого уровня, топ-класса, как его сегодня, конечно, нам его не хватало с точки зрения того, что с его появлением на поле, неважно в какой роли, стартовом составе, либо ходу игры оно несет еще более игровитость в команде, потому что его игровые качества не подвергаются сомнению. Я думаю, что он, безусловно, бы добавил нам сегодня игрового потенциала. Коллеги, я хочу сказать, что вот сейчас пришла к нам трагическая новость. После игры нам сообщили, что скончался наш переводчик Мурат, который очень долгое время работал в локомотиве и в команде, и для команды это стало шоком после тяжелой болезни, после операции. Его не стало, поэтому эту победу весь персонал, команда, игроки, тренерский штаб посвящили ему. Спасибо большое.